Музыка Современный тепличный комплекс предприятия «Кубань-продукт» открыли на территории Новодмитровского поселения в хуторе Новой. Само предприятие функционирует на территории Северского района с 2014 года. Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в строительстве и что вы решили именно на территории Северского района создать такое хорошее предприятие. Я уверен, что оно еще будет развиваться и дальше. На самом деле сегодня нам необходимы рабочие места, нам необходимо пополнять бюджет, но самое главное, что мы будем качественным продуктом кормить наших земляков. За 4 года предприятие «Кубань-продукт» построило первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей площадью 50 тысяч квадратных метров. Строили комплекс по голландской технологии. Выращивание овощей ведется на гидропонике с автоматическим капельным поливом. Весь процесс выращивания овощей контролируется компьютером. Все виды подкормок проводятся автоматизировано. В настоящее время в теплицах выращиваются огурцы из семян отечественной селекции. Дневной урожай составляет до 15 тонн. А в дальнейшем планируется еще и выращивание томатов. Экологически чистые, без гербицидов, без примесей. Так что просим покупателей приезжать сюда. Параллельно ведутся отделочные работы. Помещения общепита, раздевалок, душевых, санитарных комнат для рабочих. В хозяйстве на постоянной основе работает 38 человек. Для удобства сотрудников организована вахта. Также завершаются косметические работы в помещениях агролаборатории. В текущем году комплекс перешел на круглогодичный режим работы. В планах у предприятия построить вторую очередь тепличного комплекса еще на 45 тысяч квадратных метров, что позволит дополнительно создать до 35 рабочих мест для жителей ближайших населенных пунктов. Объем инвестиций на сегодняшний день составляет 385 миллионов рублей. Общий же объем около 600 миллионов. Избранные главы поселения приступили к исполнению обязанностей. После подведения итогов голосования в поселениях прошли внеочередные сессии Совета. С победой на выборах поздравили Елену Клеменченко, главу Михайловского сельского поселения. В местном Доме культуры собрались депутаты Совета поселения, представители трудовых коллективов и общественных организаций, активисты органов территориального самоуправления и общественность. Глава района Адам Джарим, выступая перед участниками сессии, подчеркнул, что впереди у избранного главы предстоит большая работа. Немало в селе сделано для того, чтобы жизнь не была комфортной и благополучной, но и предстоит сделать еще очень много. И главное в деятельности главы поселения, сельской администрации, работать в постоянном и тесном контакте с жителями, прислушиваться к мнению людей и выполнять наказы избирателей. И тогда все обязательно получится. Поздравил главу и депутат ЗСК Андрей Куемжи, подчеркнув, что избрание на новый срок это еще и воплощение людских надежд, что именно с помощью Елены Клеменченко удастся осуществить, сделать жизнь на территории Михайловского сельского поселения комфортной и удобной для людей. А еще Андрей Куемжиев сделал долгожданный подарок, пообещал помочь в строительстве спортивной площадки в селе. В этот же день чествовали нового главы в Черноморском городском поселении. Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Захарченко огласил результаты прошедших выборов, в соответствии с которыми избранным главой поселения стал Денис Левагин. Глава района пожелал ему оправдать доверие избирателей, работая над воплощением в жизнь всех тех наказов, которые были получены в предвыборный период. В первую очередь необходимо заняться реконструкцией Дома культуры. Есть в поселении проблемы дорог и дорожных сетей, изношенной коммуникации жилищно-коммунальной сферы, поэтому Адам Джарим нацелил его на оперативный старт работы. Впереди у глав поселения пять лет напряженной и непростой работы. И избиратели верят, что спустя годы эти поселения станут еще краше, благоустроеннее и комфортнее. Хоровые коллективы, ансамбли и солисты со всех уголков района встретились в Станице Северской на третьем фестивале с песней по жизни. Мероприятие организовано районным управлением культуры. Нечасто в одном месте в одно время можно услышать лучшие голоса, поэтому фестиваль – настоящее событие для всех ценителей народного творчества. В этом году он посвящен 75-й годовщине окончания битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне и 81-й годовщине образования Краснодарского края. В течение трех часов коллективы и солисты радовали зрителей всеми любимыми песнями, а профессиональное жюри оценило каждого кандидата. ПЕСНЯ По результатам фестиваля первое место в номинации «Хоровые коллективы» получил народный хор ветеранов. Лучшим среди ансамблей признана «Казачья душа». В номинации «Солисты» первое место досталось Нелли Сущевой. Все победители представляют Северский дом культуры. Удивительно талантливый человек. Более четырех лет преподает в изо-студии Дома культуры поселка Афибский. Виолетта Рощевкина по профессии педагог профильного образования, живописи и рисунка. Свою деятельность в Доме культуры начала с должности декоратора. Вскоре Виолетте предложили поделиться своим талантом художницей с ребятами в изо-студии. Девушка немедля согласилась. Ведь если ты однажды подружился с холстом и кистью, то без этого уже не можешь. Группы здесь формируются по возрасту. И что очень важно, удобное расписание и обширная учебная программа. Занятия проходят в рамках подробных мастер-классов. Так что шансов на то, что работа не получится, нет. С малышами от пяти лет Виолетта использует аппликации, лепку. А ученики постарше создают различные интересные предметы для декора помещения. Учатся работать маслом и акрилом. Кроме различных техник рисования, в программу обучения входят занятия по рукоделию, декоративно-прикладному творчеству. Мальчишки и девчонки создают своими руками замечательные подделки и различные панно для украшения интерьера. А как приятно родителям, когда работа ребенка украшает дом. Он занимается студией на протяжении трех лет. За время учебы он участвовал неоднократно в различных международных всероссийских конкурсах. Не раз занимал первые призовые места. Все работы у него восхитительные, очень красивые. Также у нас дочь уже младшая на протяжении двух лет ходит. За ним пошла. Тоже работы, хоть и младшая группа, не менее восхитительные. Очень им нравится. Ну а мы гордимся их работами. Все стены дома украшают их работы. Воспитанники «Виолетты» делают колоссальные успехи. Их работы часто украшают выставки на мероприятиях в поселке. А главное, эти талантливые и трудолюбивые ребята – неоднократные победители и призеры всероссийских международных конкурсов. Мы из-за студии пошли с четырех лет. Ходим уже на протяжении двух лет. Работы всегда очень интересные, креативные. Работают и с тестом, работают маркерами, красками, пластилином. То есть всегда очень интересно, разное, все новое. Очень понравилась последняя работа в прошлом году из «Скорлупы». Ребенок был просто в восторге, когда он этим занимался, мелкоматорика, развитие, естественно, что нас радует родителей. Мы планируем дальше ходить, потому что нас очень устраивает наш педагог. Внимательно каждому ученику объясняет, показывает, всех собирает, если что-то непонятно повторит. Нам очень нравится Виолетта Сергеевна, мы будем продолжать ходить. И спасибо ей большое за то, что она наших детей привлекает к миру искусство, учит видеть красивое, выражать свои эмоции, чувства через прекрасное. Как считает сама Виолетта, каждый ребенок талантлив. Но чтобы до конца раскрыть способность и дать полет фантазии творчеству, нужно обзавестись наставником. А поскольку эти задачи решаются в детстве, то цель родителей – почувствовать, помочь и направить своего ребенка. Ребенок, он в первую очередь начинает рисовать, а потом уже писать. И не обязательно быть талантливым от природы. В принципе, рисовать может каждый. Главное – не бояться этого. Садиться и делать. Ведь рисование – это 80% труда, практики. И только оставшиеся проценты – это то, что вам дано природой. Рисовать может каждый, я бы так сказала. Из-за студия для ребенка – место, где можно творить и раскрывать потенциал и получать положительный заряд. Обычные вещи, серые будни станут для ребенка яркими, наполненными событиями. Ребята развивают личностные качества, обретают свой стиль, а возможно и будущую профессию. Спорт объединяет. На Северском стадионе «Алим» прошел день открытых дверей детской спортивной юношеской школы в рамках празднования столетия дополнительного образования в России. На мероприятии воспитанники школы показали мастер-классы по всем имеющимся направлениям. А родители и дети смогли выбрать для себя подходящий вид спорта. Северская спортивная школа существует 1969 года. За это время из нее вышли тысячи спортсменов. Многие выпускники занялись своими делами, получили профессии, не связанные с физической культурой. Но есть и те, кто продолжил занятия, добился высоких результатов или сам стал тренером. Так, школа подготовила 9 мастеров спорта, 46 кандидатов в мастера, более 300 спортсменов, перворазрядников. Но независимо от достижений, всех бывших воспитанников ДЮ США объединяет любовь к спорту. Сегодня здесь занимается 1222 ребенка на 8 отделениях. Это баскетбол, вольная борьба, легкая атлетика, полиатлон, спортивная акробатика, футбол, волейбол и пляжный волейбол. В школе работает более 30 талантливых тренеров-преподавателей. Среди них есть и заслуженные учителя Кубани. День открытых дверей оставил яркие впечатления у всех, кто посетил стадион. Мероприятие еще раз напомнило, что Северская спортивная школа рада видеть всех, кто любит физическую культуру и спорт. Северная и Южная Каролина, а также штат Вирджиния, уже ощутили приближение мощнейшего урагана Флоренс. Согласно прогнозам, в некоторых районах Северной Каролины будут небывалые наводнения. Синоптики говорят, что такого масштабного урагана в США не видели около 30 лет. Флоренс уже достиг побережья и сбавил скорость. Теперь ему присвоили вторую категорию со скоростью ветра 100 км в час. Власти предупреждают о возможных оползнях, падении деревьев и обрывах линий электропередач. «Прогноз на эти выходные показывает постоянную угрозу для юго-запада Вирджинии. Достигнув берега, ураган постепенно повернет на север и принесет значительное количество осадков в уже подтопленные юго-западные регионы Вирджинии. Я советую всем подготовиться к ветрам, дождям и наводнениям». Некоторые города уже затоплены. Эксперты говорят, что большой проблемой для многих районов может стать штормовой прилив. В связи с ураганом в Северной и Южной Каролине, а также в Вирджинии, объявлено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп призвал жителей прибрежных районов эвакуироваться. Эксперты отмечают, что главная опасность этого урагана заключается не в силе ветра, а в объёмах воды, которые он несёт. Дожди, как ожидается, будут идти 2-3 дня. Кое-где выпадет до 70 сантиметров осадков. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ